При обстрелах городов Украины, Россия все чаще применяет ракеты Onyx. Особенно достается Одессе и Николаеву. П-800 Onyx, сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, была разработана в конце 1970-х годов. Российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными целями. Экспортное наименование ракеты Яхант Ракеты Onyx – это в общем-то советская разработка. С самого начала считалось, что этот комплекс должен быть универсальным. Его хотели размещать на подлодках, надводных кораблях, катерах, самолетах и береговых пусковых установках. Береговой ракетный комплекс «Бастион» с противокорабельной ракетой P-800 Onyx Россия развернула на территории оккупированного Крым в районе Казачьей бухты Севастополя еще в 2015 году для уничтожения целей на расстоянии до 300 километров. Несмотря на то, что Onyx – это противокорабельная ракета, их ни разу не применяли для поражения целей на воде. Вместо этого ракеты используют для поражения наземных целей. Известно, что особенность ракет Onyx заключается в методе их запуска. Сразу после старта включается твердотопливный разгонный блок в камере сгорания маршевого двигателя. Этот блок через несколько секунд разгоняет ракету до сверхзвуковой скорости, после чего отключается и выбрасывается из маршевого двигателя потоком воздуха. Onyx выполняет полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. При этом комплекс позволяет задать траекторию в зависимости от цели. Комплекс работает по принципу «выстрелил и забыл» и является малозаметным для РЛС, выполнен с использованием стелс-технологий. Комплекс бортовой электроники у Onyx включает автономную инерциальную систему навигации, радиовысотомер, цифровое вычислительное оборудование и радиолокационную систему самонаведения на цель на конечном участке полета. Масса боевой части ракеты Onyx может различаться в зависимости от конкретной версии ракеты и ее назначения. В наиболее распространенной версии 3М55 масса боевой части составляет около 250 килограммов. Скорость полета высокая, на маршевом участке 884 метра в секунду, что составляет 2,6 маха, на низкой высоте 660 метров в секунду или 2 маха. Расстояние от Севастополя до Одессы по прямой 300 километров, от мыса Тарханкут около 180 километров. В первом случае Onyx может долететь до цели приблизительно за 6-7 минут, во втором – за 4 минуты. Сложность сбивания ракеты заключается в том, что она является низковысотной. То есть летит на малой высоте, из-за чего ее трудно банально увидеть. Кроме ЗРК «Патриот», эффективной против ракеты Onyx, может быть французская система противоракетной обороны Сэмпти. Эта система разработана для защиты от баллистических ракет, но также обладает способностью противодействовать низколетящим крылатым ракетам. В настоящее время P-800 Onyx есть у России, Вьетнама и Сирии. В Индии есть один из вариантов этой ракеты, разработанной совместно с Министерством обороны страны. Также ракеты Яхант поставлялись в Индонезию в начале 2010 года.